приветствую на канале Даниила и Ларисы сегодня мы купили вот такую замечательную грудинку она свеженькая только вчера свинку так сказать зарезали к сожалению но к нашему счастью и увидел я вот такую вот грудинку мне пришла идея ее закоптить причем не просто закоптить а сделать варено-копченым методом так грудинка получается значительно более нежная и значительно более сочная но вот мне нравится значительно больше я очень люблю особенно когда лариса приготовить борщик борщик чесночок зубчиками и тонко нарезанную такую варено-копченую грудинку это нечто конечно в общем решили поделиться с вами этим рецептом потому что рецепт действительно очень достойный очень замечательный и первую очередь перед копчением нам эту грудинку надо засолить солить мы будем тоже по-особенному мы будем делать не сухой посол а сделаем мокрый посол то есть приготовим рассол и засолим нашу грудинку в рассоле для рассола на килограмм грудинки мы будем делать литр рассола для литра рассола мы берем 50 грамм поваренной соли 50 грамм нитритной соли 10 грамм сахара 4 зубчика чеснока по столовой ложке черного и душистого перца горошка и три листика лаврового листа вот такой нехитрый набор продуктов для того чтобы приготовить рассол сейчас скипятим литр воды друзья и сделаем рассол мы литр водички добавляем сюда соль соль поваренную соль нитритную сахар лавровый листик ой перчик смысле и лавровый листик все это друзья хорошенько перемешиваем и остужаем так как сейчас холодно я скажу на улице до комнатной температуры там до 12 до 15 градусов ниже даже комнатной так чтобы она прохладная нам же надо чтоб наш продукт здесь не сварился хорошенько все перемешали растворили и ждем пока рассольщик остынет будем мариноваться очи охладился друзья я забыл него правда положить душистый перчик положу сюда и выдавлю сюда же чеснок потому что чеснок не я в горячую воду помещать поэтому он у нас уже пойдет в охлажденную рассол отправляем сюда весь наш чесночек выходи чесночек отсюда берем рассол помещаем сюда нашу грудинку и заливаем рассолом так чтобы он ее только немножко покрыл так достаточно накрываем всю эту красоту крышечкой и отправляем холодильник друзья отправляем холодильник на засолку на 5 дней каждый день нашу грудинку почесночек как-то сверху оказался каждый день нашу грудинку в рассоле переворачиваем и немножко вот так вот отжимаю для того чтобы она равномерно просолилась через пять дней мы возвращаемся уже непосредственно к процессу копчения будем готовить коптильню я расскажу какие температурные режимы нужны для этого закоптим нашу грудинку и естественно попробуем ее сейчас прошло пять дней наша грудинка засолилась вот так вот ее прикрыли блюдечком чтобы она не всплывала чтобы равномерно просаливалась естественно переворачивали вот теперь она имеет вот такой вот вид замечательный нам ее надо в первую очередь обмыть от рассола сейчас попросим 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 ларису вот так пахнет божественно и сможешь обмыть обмыли от от рассола для того чтобы у нас не получилось сверху он сильно соленый если мы его оставим в рассоле он получится вернее она грудинка получится сверху сильно соленая промокаем вот так вот салфеточкой хорошенько и теперь надо его обвязать чтобы в процессе варки наша грудинка не деформировалась я использую леяной шпагат вяжем узелочек чуть-чуть стягиваем вот таким вот образом следующий узелочек удавочку опять следующий узелочек удавочку чтобы равномерно она у нас была закручена таким вот образом нужно еще одну петельку как-то не очень равномерно получилось получилось вот так вот перевязали где у нас хвостик хвостик у нас здесь короткий хвостик оставил оставляйте подлиннее вот и получается у нас вот так вот он сформован наша грудиночка это еще сюда привяжу чтобы было удобно потом подвешивать в коптильне что-то я навязал какой-то чепухи если честно вот такой вот вид она имеет друзья сейчас вторую перевяжу точно так же вспомню как правильно вязать но но примерно вот так отрезаем с метр шпагата первый узелок завязываем на узел и оставляем хвостик следующий делаем петлю затягиваем следующий делаем петлю затягиваем и вот таким вот образом теперь у меня шпагата не хватило что мне сегодня травмы завязывания какие-то непонятные может полнолуние может новолуние друзья обвязываем обе наши грудинки и нам их надо просушить и немножко обветрить для этого на сутки подвешиваем при комнатной температуре просто в комнате на кухне не над плитой то есть не в жарком месте просто при обычной комнатной температуре где-то при 20 градусах подвешиваем на сутки обсушиваться вот так вот получилось наша грудинка обсушиваем и так как мы готовим варенокопченую грудинку после этого и и отварим и будем коптить но об этом по порядку друзья до встречи через сутки так друзья наша грудинка обветрилась и приступим первому этапу приготовления барки нам понадобится два термометра один термометр я использую вот такой вот термометр со щупом дистанционный как бы выносной но подойдет и обычный термометр для барбекю это термометр нам понадобится для того чтобы контролировать температуру внутри наши почеревки второй термометр а я использую вот такой вот который вешается на бортик кастрюльки очень удобно нам надо контролировать температуру внутри вернее температуру воды в кастрюле мы нагрели температуру воду до температуры 80 градусов поставь пожалуйста в кастрюлю ларис теперь берем пищевую стрейч пленку можно использовать вакуум упаковку вакуум упаковку использовать лучше но меня если честно немножко жаба давит пакеты достаточно дорогие вакуумные поэтому я использую стрейч заворачиваем почеревку стрейч чтобы она не разваливалась у нас конечно идеально было бы вакуум упаковки тогда туда точно не будет проникать вода но я думаю что и так будет хорошо вот таким образом завернули и вторую точно так же стрейч это пищевой он нам полностью подходит я правда не знаю промышленный стрейч отличается как-то но все равно использую пищевой хорошенько оберню все равно вода туда попадет но по крайней мере оно не будет вариться в воде так или иначе мы будем протыкать здесь устанавливаю температуру 69 градусов 69 включена сигнализация когда температура внутри нашей груди достигнет 69 градусов а именно до такой температуры нам надо ее варить мы остановим процесс варенья протыкаю одну почеревку и сейчас поместим все это водички 80 градусов на дно кастрюльки мы положили тарелочку вверх дном для того чтобы наша почеревка не соприкасалась дном кастрюли так как температура воды 80 градусов но дно так как кастрюля стоит на огне может нагреваться до значительно большей температуры можно получить отек может вообще наше сало полностью расплавится а так она будет отлично купаться себе водички сверху сейчас тоже придавим тарелочкой какой-то чтобы она немножко погрузилась и будет ну получать именно тепловую обработку температурой 80 градусов оставляем до достижения температуры внутри почеревки 69 градусов и после этого опять у нас почеревка будет а ну что друзья наша грудинка сварилась я был занят мастерской лариса ее достала то есть она достигла температуры как мы и говорили 69 градусов отлично я сейчас сниму главное веревку не порезать сниму стрейч которым я обматывал вода вовнутрь не попала чему и не сказанно рад вот и божественно пахнет получили бы вот такую вот красоту друзья сейчас разберу вторую главная вязочку не повредить супер обсушим его полотенечком какая грудинка прекрасная вообще просто красота друзья и оставляем прохладном месте на ночь немножко отдохнуть и ветриться а завтра приступим к копчению я расскажу как мы будем коптить при каких температурных режимах и сколько дорогие друзья наша грудинка обветрилась то есть она ночь провисела ну даже ночи полдня вот так вот она красивенько выглядит со всех сторон и приступим ко второму этапу копчению коптим пять часов при температуре 50 градусов вот такой вот регламент копчения выбрал помещаю в коптильную камеру собственно говоря у меня здесь еще еще будут коптиться другие продукты но это видео про грудинку поэтому рассказываю про грудинку сейчас загружу остальные продукты друзья и включу коптильню покажу вам запустили коптиленку камера наполняется дымком и оставляем друзья коптиться при температуре 50 градусов на автоматике установил температуру 50 градусов на 5 часов через пять часов достанем из коптильни посмотрим что получилось наше мяско коптилось пять часов достанем его он такая вот красота здесь коптильни сейчас достаем все собственно говоря повесим его на ночь чтобы она отдохнула в прохладном месте а утром будем дегустировать друзья ну что друзья наша грудинка остыла и полностью готова к употреблению так наверное я вам покажу как она выглядит как пахнет в неразрезанном виде а после этого разрежем посмотрите какая красота так вот выглядит варенок копченая грудинка ну что друзья будем пробовать я разрежем так сказать и скуштуем надо было хлебушка приготовить сейчас вам покажу разрез божественно ларис надо кошку забирать а то сейчас она отберет у меня грудинку вот друзья наша грудинка в разрезе вот такая вот получилась вообще замечательная аж светится ну что попробуем я просто таять во рту потрясающе реально очень вкусно настолько нежная очень правильно сделали что положили сюда чесночок ну при засолке вкус чесночка такой вкус дал круто сам надо с хлебом кушать очень доволен результатом ну и надеюсь что у вас получится пробуйте если у вас есть какие то вопросы задавайте их в комментариях мы на все комментарии отвечаем подписывайтесь на наш канал ставьте лайки а мы будем снимать для вас новые вкусные видео пробуйте грудинку друзья она реально очень вкусно и всего доброго пока 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 Продолжение следует...